В Витновской детской поликлинике заметное оживление. Все ожидают приезда сразу двух специалистов детского клинического многопрофильного центра Московской области. Главный детский кардиолог региона Альфия Дроздова и врач-пульмонолог Роман Будетский в течение пяти часов будут вести прием маленьких жителей муниципалитета. Детишки были подобраны от участковых врачей-педиатров, причем не только городские, но и сельских амбулаторий. В данном случае палеотинный ребенок из Молоковской в поселении приедет нам сюда. Эти выезды мы планируем организовать на регулярной основе хотя бы раз в полгода. Врача-пульмонолога, специалиста по бронхолегочным патологиям довольно редко можно встретить в обычных районных поликлиниках. У нас хронические бронхи, у нас была мекоплазменная инфекция, мы лежали в Сеченово, в институте. Обычно мы ездим на Серпуховскую, а здесь нам удобно, то есть в месту жительства. В этот день консультацию пульмонолога удалось получить 20 маленьким жителям муниципалитета. Основная жалоба – длительный кашель. Кашель может быть различных причин. Это может быть кашель из-за вирусной инфекции, из-за носа, из-за аллергических проблем. Кашель может быть нейрогенного характера. Это очень сложная проблема, и не всегда она требуется лечения. На прием к главному кардиологу Московской области записались 17 человек. Среди них – мама двухмесячного Микаэля – Лариса Казарян. У ее новорожденного сына врачи подозревают порог сердца. Сказали, что нам еще раз сделают УЗИ, чтобы точно посмотреть, что это. Надеемся, что все будет хорошо. После осмотра и сбора анамнеза каждому своему маленькому пациенту Альфия Дроздова делает УЗИ. Костяная позиция очень информативная. То есть абсолютно нормальный кровоток, репритация, ну, капли, все увеличивает. Прием – это еще и своеобразный мастер-класс. Главный кардиолог региона охотно делится опытом с медиками Витновской поликлиники. К проекту Министерства здравоохранения Московской области доступная кардиология, в рамках которого организован этот выездной прием, уже второй год. Видно юбилейный, десятый населенный пункт на карте проекта. Мы видим спектр патологий, который здесь есть. Мы общаемся друг с другом, мы видим, как люди мыслят. И ты уже понимаешь, какой уровень профессиональной помощи оказывается в том или ином регионе. Ты видишь, какая табуро стоит, как обустроены здесь рабочие места. И это тоже очень важно. Это важно для организации работы, для формирования потоков пациентов, маршрутизации. И для внесения тех предложений, которые нам помогут дальше улучшить наше качество оказания помощи нашим пациентам. После приема главный кардиолог Московской области провела лекцию для врачей ВРКБ об амбулаторном наблюдении детей с врожденными пороками сердца. Из видного проекта «Доступная кардиология» вскоре отправится в Солнечногорск, Фрязино, Рошаль и Луховицы. Екатерина Борисова, Александр Логин, Сергей Ларин. Видное ТВ.